Всем здравствуйте! Вас приветствует компания Веда Пульс и мы начинаем наш очередной вебинар. Сегодня наша встреча посвящена проблемам кожи и дисбалансу меридианов, проявленных на кожных покровах. И в начале нашего вебинара поставьте по пятибалльной системе, как меня слышно. Жду ваших ответов в чате. У большинства звук хороший. У кого звук чуть-чуть похуже, рекомендую воспользоваться наушниками, особенно если вы за ноутбуком. Потому что не всегда ноутбучные колонки позволяют хорошо воспроизводить звук на вебинарах. Итак, начинаем наш вебинар «О чем кричит кожа?». Сегодня мы с вами разберем основные синдромы традиционной китайской медицины при кожных заболеваниях. Вы узнаете, как первый кожный элемент будет показывать нам на пораженную энергетическую систему. И будем с вами разбирать методы коррекции кожных проявлений дисбаланса меридиана. Глядя на человека, всегда нам хочется знать, а что же у него внутри происходит. Как мы можем определить снаружи внутреннее состояние человека и в медицине? Нам особо наинтересна слаженность работы внутренних органов. Какие органы простаивают, какие работают лучше. И чтобы все это определить, нам порой достаточно внимательно посмотреть на кожу, изучить всего человека. Но при этом нужна определенная дополнительная информация и определенные знания, куда смотреть и на что смотреть, и как анализировать увиденное. У каждого из нас абсолютно разная кожа по оттенку, по влажности, по теплоте, по каким-то пятнышкам, по очень многим-многим параметрам. И в обыденной жизни мы на это все не обращаем никакого внимания. Но если мы занимаемся своим здоровьем, хотим, чтобы наши внутренние системы и внутренние системы наших пациентов работали на отлично, то нам надо видеть то, что другие не видят, точнее не обращают на это никакого внимания. И нам надо заточить наши глаза таким образом, чтобы, глядя на человека, перед нами вставал определенный такой фильтр. И этот фильтр, он должен состоять в первую очередь из знания цветовой гаммы и привязки ее к энергетике пяти элементов. И второй такой виртуальный фильтр в нашей голове, который нам нужно установить, это траектория каналов и меридианов. Ну и на траекторию очень хорошо наложить различные рефлексогенные зоны. О рефлексогенных зонах я рассказываю периодически, когда идут вебинары по меридианам. И для каждого меридиана есть свои рефлексогенные зоны. Сегодня мы разберем, как проходят меридианы на разных частях тела. И самая доступная часть тела, то, что видно нам всегда, это наше лицо. На лице у нас представлены все янские меридианы. Их шесть. Влияние инских меридианов на лице, оно связано вместе с янскими. То есть мы помним, к какой паре по инь-ян относится меридиан. И таким образом можем определить его воздействие на лицо. На данной схеме белым цветом представлена проекция хода главного меридиана толстой кишки. Толстая кишка попадает на лицо в области угла нижней челюсти. Идет к промежутку между носом и губами. И переходит на другую сторону, где заканчивается в складке крыла носа. И таким образом эта зона, сами крылья носа, определенным рефлекторным образом, связана с функцией толстой кишки. Любые изменения, родинки, высыпания, какие-то пятнышки, родимые, либо объемные образования на этих линиях. В первую очередь говорят о том, что заинтересована функция толстой кишки. А если вы вспомните наши меридианы, мы уже разобрали меридиан толстой кишки. То одна из основных функций, совпадающей с европейской функцией, это, конечно, очистка. Если функция кишечника страдает, то на этой линии вы заметите различные проявления и стигмы. Следующий канал желтым цветом изображен на рисунке. Это канал желудка. Он начинается под глазом, непосредственно под зрачком, по нижнему краю орбиты, опускается вниз к линии губ и от этого места уходит к углу нижней челюсти. Это область непосредственно прохождения канала желудка. И все проявления, которые вы можете наблюдать на этой области, относятся к данной энергетической системе. Проявления могут быть не только поверхностные, то есть изменения непосредственно на коже. Но для желудка, для дисбаланса канала желудка характерна такая патология, как гайморит. Если вы представляете, где находятся гайморовые пазухи, говоря совсем простым языком, околоносовые пазухи, они, соответственно, находятся рядом с носом. То есть примерно вот в этом месте, где я сейчас показываю. И, конечно же, это место, оно попадает на траекторию хода канала желудка. На лице также представлен канал мочевого пузыря. Он идет от внутреннего угла глаза, поднимается вверх к внутреннему краю брови и идет выше на волосистую часть головы. То есть область лба и глаза по этой линии соответствуют и напрямую связаны с нашей мочеполовой системой. Очень много места на лице и голове занимает канал желчного пузыря. Он на рисунке изображен зеленым цветом. Канал начинается от наружного угла глаза и в области лба делает вот такую галочку. Эта область над зрачком примерно посередине лба позволяет нам заподозрить изменения со стороны желчного пузыря плюс патология и какие-то проявления кожные либо болезненные у наружного угла глаза, особенно с правой стороны. Вы помните правило, что если у нас какая-то симптоматика односторонняя, то в первую очередь надо вспоминать о тех органах, которые находятся с одной стороны. Наиболее часто правостороннюю симптоматику дают такие органы, как печень и желчный пузырь, а левостороннюю симптоматику дают такой орган, как поджелудочная железа, в китайской терминологии селезенка. Сердце. Изменения со стороны сердца. В Европе мы привыкли воспринимать, как сердце находится слева, но обычно левостороннюю симптоматику сердце не дает. То есть для сердечных изменений больше характерны эмоциональные проявления. Но об этом я подробно рассказывал в вебинаре, посвященный этому каналу. Также красным цветом на рисунке есть канал тройного обогревателя. он подходит и заканчивается у наружного края брови. Вот это основные меридианы. Вы их, пожалуйста, запомните. И сразу после вебинара сделайте небольшое домашнее задание. И хотя бы в течение недели это домашнее задание повторяйте. Возьмите листочек бумажки, нарисуйте произвольно лицо, туловище, руки, ноги и проведите на них условные линии, как проходят каналы. И старайтесь смотреть на людей и запоминать. Лицо всегда открыто. У нас в Паранже не ходят. Если вы там находитесь в каких-то других странах, не в России, то может быть там где-то и ходят. Но у нас в основном лица открытые. И смотрите на лица. Смотрите какие-нибудь интересные изменения. Если вы увидели родинку, увидели какую-нибудь особенность макияжа, либо еще что-то на лице, шрам, например, сразу задавайте себе вопрос. В проекции какого канала находится это изменение? Увидели прыщик у себя, у родственников, просто у незнакомых людей на улице? Научитесь получать ответ, для какого канала этот элемент характерен. В первую очередь, о чем вы подумаете. И таким образом, эта ежедневная практика будет повышать ваш уровень как специалиста. На туловище каналы проходят более интересным образом. Для того, чтобы оценить прохождение каналов, нам надо все туловище разделить на определенные условные линии. Точкой отсчета это передняя срединная линия. Здесь все просто. По этой линии проходит передний срединный меридиан. От нее отходят три линии основных. Это передняя ключичная линия, средняя ключичная линия и передняя подмышечная линия. Это определенные анатомические ориентиры. Первая линия начинается в области головки ключицы. Вторая идет по середине ключицы. И во всех книгах написано, что идет к соску. Понятно, что у женщин, да надо вам сказать, и у мужчин сосок далеко находится не на средней ключичной линии. То есть на сосок особенно не ориентируйтесь. Хотя на многих схемах сосок показан именно на этой линии. Но в жизни это далеко не так. Лучше ориентироваться на середину ключицы. Подойдите после вебинара либо в перерыве к зеркалу и поизучайте себя. Найдите, прощупайте ключицу, проведите эту условную линию. Если вы фанат восточной медицины, можно сделать себе боди-арт, нарисовать фломастером смывающимся и посмотреть, как именно у вас будут проходить эти линии. И дальнейший нюанс. Научитесь видеть разницу прохождения каналов у астеников, нормастеников и гиперстеников. И в ведической конституции это будет ватта, питта, капха. Соотношение прохождения каналов и расположение биологически активных точек при различных конституциях оно отличается. И третья вспомогательная линия она проходит по завершению ключицы. Если мы руку поднимем, то увидим, где у нас начинается подмышечная ямка, боковая граница. Вот по этой границе и будет проходить третья вспомогательная линия. Каналы проходят достаточно хитрым образом и прохождение каналов отличается на грудной клетке и на области живота. Начнем с грудной клетки. Первые, так скажем, три канала проходят более-менее стабильно. Их легко находить. По первой линии проходит канал почек. Он изображен голубеньким цветом, ну, либо синеньким в зависимости от цветопередачи вашего компьютера. На грудной клетке прохождение канала идет по передней акселярной линии. В области живота канал приближается и идет очень близко от передней срединной линии всего на полцуня. И так проходит всю область живота. Канал желудка желтым цветом изображенный идет по средней акселярной линии на грудной клетке. На животе смещается к средней линии тела и идет по передней ключичной линии. Так опускается вниз. Следующая линия достаточно хаотичная. Верхняя часть линии здесь всего две точки изображенные сереньким цветом. Это у нас получается точки канала легких первая и вторая точка. Белым цветом изображен канал селезенки. Он почти доходит до верхней части. На грудной клетке представлено по передней акселярной линии. А веточка которая идет к последней точке последняя точка находится на средней акселярной линии. То есть наиболее удобно смотреть либо на муляже либо на человеке что это сбоку. В области живота канал селезенки проходит по средней акселярной линии. А оставшиеся каналы имеют достаточно хаотичное расположение. Коротенькая веточка красная это канал перикарда. Он начинается в четвертом межреберье сбоку от соска и идет по направлению к подмышечной ямке. Оставшиеся каналы светло-зеленой и зеленого цвета это каналы светло-зеленой печени. Поярче канал имеющий такое зигзагообразное прохождение на грудной клетке и больше с боковой поверхности это канал желчного пузыря. Канал печени начинается от внизу проходит он вверх поднимается на передней акселярной линии извините передней ключичной линии пузыря. Далее идет по направлению к свободному краю 11 ребра и от этой точки возвращается в нижней части грудной клетки к средней акселярной линии. Канал желчного пузыря он опускается сверху идет с области головы 21 точка находится на середине надплечья 22 точка она находится в 6 межреберье в разных китайских источниках разное как бы описание как этот канал попадает из надплечья в 6 межреберье в основном наиболее часто описывают что идет по задней и боковой поверхности туловища потом из 6 межреберья канал переходит на среднюю ключичную линию далее идет снова на боковую поверхность потом переходит к и направляется к свободному краю 12 ребра возвращается на боковую поверхность туловища то есть он такими зигзагами опоясывает и проходит по боковой поверхности туловища идет к нашим косточкам в области таза если вы посмотрите тазовые кости то если человек неполный то увидите у него такие выпирающие косточки вот к этим косточкам и подходит канал желчного пузыря в нижней части живота и далее он от этого места уходит в область ягодицы за тазобедренным суставом канал желчного пузыря имеет самый такой хаотичный ход и его сложнее всего представить вам главное увидеть по крайней мере на грудной клетке и на тех участках где более ровное прохождение каналов какой канал следует за каким посмотрите на своих родных и близких на животе можно провести такую очень интересную диагностику положите человека попросите чтобы он согнул ножки в коленных суставах и расположился удобно и в области живота от средней линии берем складочку кожную и ее катим в боковом направлении и вы заметите что в некоторых местах как бы эта кожная складка берется очень плохо она как бы прилипает к окружающим тканям вот где это происходит в том месте есть застой энергии определенный энергетический блок эти блоки в основном попадают на линии прохождения каналов мы так складочку прокатываем минимум в трех местах верхней части живота на уровне пупка и под пупком и смотрим ход каких каналов наиболее часто заблокировано также наши каналы любят портить хирурги все их хирургические вмешательства хирургические швы они располагаются с точностью по направлению каналов традиционной китайской медицины когда-то давно когда только развивалась эндоскопическая хирургия у меня такая мысль была что наконец-то там хирурги перестанут перерезать каналы но оказалось ничего подобного один раз я видел женщину после лапароскопической операции у ней было 8 проколов все 8 проколов хирурги сделали в биологически активных точках и если место прокола или шва оно спаяно с подлежащими тканями то это один из вариантов дисбаланса энергетической системы и вот эти вот хирургические воздействия появления этих швов они блокируют течение энергии я как-то разговаривал с хирургами и говорил ну вот почему вы делаете в этих местах они объяснили просто что в этом месте самый удобный подход к определенным органам и если пообщаться с хирургами и поспрашивать почему ну к какому месту они подходят из какой точки то окажется что вот именно эта точка и связана и отвечает за работу этого внутреннего органа то есть китайцы это знали давно хирурги это просто подтверждают в настоящее время своими техниками и вам надо запомнить расположение каналов дома самостоятельно посмотрите прохождение каналов на руках и ногах в предыдущих вебинарах мы об этом говорили но чтобы у вас это лучше уложилось открывайте наш замечательный видопульс смотрите канал рисуйте его схематично на бумажке на себе проводите и потом рисуйте второй меридиан и третий в некоторых местах достаточно далеко они проходят друг от друга в некоторых местах есть определенные пересечения ходов каналов и биологически активные точки располагаются в районе сантиметра достаточно близко и только когда вы научитесь дифференцировать между собой конкретное место только тогда вы поймете как взаимодействует весь организм в едином целом и как нам это все поможет выявление патологии если у человека есть какое-то хроническое кожное заболевание например псориаз то многие пациенты помнят где у них возникал первый очаг просто надо об этом спросить если это возникало уж совсем раннем возрасте пусть просят родителей родители могут помнить если никто не помнит значит мы этой информацией воспользоваться не можем но в 90% случаев человек вспоминает эту информацию иногда не сразу после вашего вопроса иногда через некоторое время он вам эту обычную информацию предоставляет и я еще не встречал ни одного случая чтобы вот этот первый очаг находился не на прохождении каналов и это место указывает на ту энергетическую систему в которой возникал его патологический процесс сейчас мы будем с вами разбирать различные варианты но жизнь наша намного многообразней в литературе описаны прописаны наиболее часто встречающие случаи которые самые вероятные но наша жизнь выходит из этого всего и редко что-то случается так как мы предполагали и вы должны быть готовы ко всему и когда у вас эта внутренняя готовность будет происходить вы не будете судорожно вспоминать о каком это синдром относится все написано на нашем теле надо уметь считывать эту информацию в первую очередь поможет цвет элемента его состояние влажность сухость и тот меридиан на котором находятся эти элементы и когда вы выяснили первый элемент вам в первую очередь в питании надо поддерживать состояние этого канала давать те элементы которые укрепляют эту энергетическую систему в настоящий момент ведется огромная работа в нашей компании чтобы добавить еще и китайские фильтры к фитотерапии к продуктам питания и скоро у вас будет эта возможность смотреть не только с аюрведической точки зрения но и с китайской точки зрения какие продукты относятся к каналам и энергии и сейчас мы с вами переходим непосредственно к разбору синдромов чтобы вас не пугать ужасными картинками различных заболеваний их я включать не стал будет в основном текстовая информация потому что кожные заболевания выглядят очень некрасиво и большинство людей когда смотрят на эти картинки потом начинают чесаться и выискивать у себя что-то подобное так что этот момент я исключил сегодняшние лекции и в основном будет текстовый материал начнем с такого изменения как рожа китайцам рожистое воспаление также известно оно описано в большом словаре по иглоукалыванию и прижиганию и из этого источника я вам привожу отрывок понятное дело что современные теории возникновения заболеваний китайцы не отвергают но они говорят следующее что да есть инфекции но вопрос почему эта инфекция попала именно на этого человека а не на кого-то другого хотя второй человек был рядом почему у одного это есть у второго этого нет европейцы это объясняют словом иммунитет что он у всех разный китайцы это объясняют энергетикой если мы выбрали вот этот энергетический путь нам не надо конечно отрываться от современных научных знаний но и забывать вот этот вековой опыт целой цивилизации тоже не стоит и китайцы в своей современной жизни очень гармонично их совмещают и у них нету такого представления и какого-то внутренней борьбы что это вот что-то там древние отсталые они наоборот гордятся всем всеми этими достижениями и говорят что благодаря этим достижениям этим знаниям китай в настоящее время процветает и развивается все дальше и дальше давайте мы тоже будем брать это на вооружение и использовать для здоровья себя и своих пациентов в первую очередь все наверняка когда-нибудь видели либо слышали как выглядит рожа это красные пятна красный цвет понятно относится к элементу огня раз это огонь огонь в первую очередь повреждает те ткани которые теплые и как бы огненные имеют тот же цвет это наша кровь и поэтому китайцы пишут что рожа возникает из-за проникновения в кровь патогенного огня если мы ну кровь это жидкость жидкость будем подогревать что с ней будет происходить она будет высыхать постепенно но вначале наблюдается застой и происходит истощение ослабление наружной защитной энергии яйцы китайцы ее еще называют вэйцы именно с вэйцы и связан наш европейский иммунитет то есть выражение китайцев что из огня ослабевает наружная защитная энергия ци по европейски можно сказать что у человека наблюдается снижение иммунитета но сначала вот отличие китайской медицины и западной западная считает что сначала напал внешний фактор и он понизил иммунитет а китайцы наоборот исходят изнутри что какие-то внутренние процессы очень часто конституционального генеза заставляют нашу защитную ци быть не такой сильной и только в этом случае проникают патогенные начала в результате проникновения патогенного токсина но патогенный токсин современные позиции это есть внешняя инфекция усугубляется застой в каналах и коллатералях нарушается дальнейшая свободная циркуляция ци и крови проявление на разных участках возможно только при комбинации определенных факторов так рожа на лице и голове чаще возникает из-за ветра жара ветер жар ветер и жар это оба янских фактора и соответственно янские факторы в первую очередь повреждают янские части тела самая янская часть тела это голова поэтому ветер жар будет повреждать область головы область туловища в области поясницы бедер живота повреждается из-за возгорания огня печени самая часто встречаемая локализация рожа в области голени и нижних конечностей это инская часть и китайцы это называют в результате сырости жара также рожа бывает у маленьких детишек это бывает вследствие внутреннего жара в основном этот внутренний жар передается от родителей и вообще считается что здоровье детей это отражение психоэмоционального состояния родителей если детей кормить хорошо и правильно и взрослые будут вести себя спокойно и миролюбиво то у детей не может быть вообще никаких заболеваний если взрослые родители постоянно о чем-то беспокоятся ругаются между собой и кормят детей ну разрешают им всякие газировки чипсы и прочее сладости на что дети падки то вследствие этого дети и болеют и все это приводит к возгоранию внутреннего огня основа которого психоэмоциональное состояние родителей какие рецепты для устранения рожистого воспаления это точки 11 на канале толстой кишки 4 на канале толстой кишки 3 на канале тройного обогревателя 40 точка на канале мочевого пузыря 10 на канале селезенки и местные аши точки аши точки это болевая точка которая активно проявляется вот человек говорит ой у меня вот здесь болит там что-то происходит мне больно но в этом месте вы не знаете чтобы была стандартная биологически активная точка такие точки появляются китайцы об этом знают но когда патологический процесс проходит либо он каким-то образом видоизменяется либо мигрирует эти точки исчезают и они называются точками аши условно переводятся как временные точки само название аши происходит от того что если на эту точку нажать то человек скажет а китайцы также говорят ай как и европейцы поэтому отсюда название в зависимости от синдрома то есть от локализации и сопровождающихся явлений рекомендуют при ветре и жаре то есть когда процесс идет в области головы добавлять точку фэнчи 20 точка желчного пузыря когда наблюдается сырость и жар добавляем точку е36 и rp9 при лихорадке под лихорадкой китайцы понимают два момента первый момент это так же как европейцы повышение температуры тела а второй момент это ощущение жара человеку может быть жарко но у него может быть нормальная температура в терминах традиционной китайской медицины и тот и другой вариант называется лихорадка и при лихорадке используется 14 точка по заднесрединному меридиану когда наблюдается активный процесс идет распространение рожистого воспаления и присутствует интоксикация применяются точки источники то есть это концевые точки на каналах также используется точка mc8 восьмая точка перикарда и если изменена функция кишечника наблюдается запор добавляем точку g-go это шестая точка по тройному обогревателю следующее нозология это герпес с позиции китайской медицины вызваны сыростью жаром гиперактивностью огня печени и желчного пузыря и также не отрицает экзогенное влияние токсинов вспоминаем ну все наверняка видели пузырьки от герпеса по цвету примерно то же самое как и цвет от рожистого воспаления только рожистое воспаление сначала практически находится на уровне кожи а пузырьки от герпеса они сразу наполняются и приподнимаются и рожистое воспаление это плоскость а герпес это пузырьки то есть уже внешний вид элемента говорит о том что там абсолютно другая энергия и если есть вздутие и вот ну когда пузырьки прорываются там есть жидкость то понятно что здесь присутствует уже элемент инь и этот элемент китайцы называют сыростью и поражение идет комбинированно двумя факторами сыростью и жаром на жар указывает красный цвет элемента в первую очередь возгорания огня то есть термины ян жар огонь они взаимодополняют друг друга и можно ставить знак приближенно равно в зависимости от школы китайской специалисты традиционной медицины используют либо термин возгорания ян печени другие используют термин возгорания жара в печени огня в печени то есть вот эти симптомы и названия они практически одинаковы в зависимости от конкретной ситуации там есть небольшие нюансы но это такая очень глубокая традиционная китайская медицина и зачастую эти нюансы не позволяют менять точки то есть вы воспринимаете все эти термины как один вариант и китайцы все называют поэтично и даже вот для такой банальной вещи как герпес они придумали свои названия они видят где в герпетических высыпаниях есть головной конец а есть где хвост старые высыпания которые уже подсыхают они называют хвостом то есть это то что уходит а свежие высыпания это то что приходит то есть как бы заболевание поднимает свою голову это головной конец китайцы многое делают то что в Европе не принято делать вот и прокалывать пузырьки европейские доктора в принципе не рекомендуют они утверждают что это создает дополнительное обсеменение вирусом окружающих тканей кто прав кто не прав сложно сказать все зависит от иммунитета и состояния энергетики в каких-то ситуациях да если проколоть этот пузырек могут полезть новые элементы но если иммунитет сильный то этого и не происходит я вам рассказываю китайский такой способ как лечат китайцы но особо его прежде чем его применить если с вами случилось такое несчастье то попробуйте сначала на себе если у вас это даст хороший эффект то продолжайте дальше в том же духе если вам это не понравится то лучше на других и не экспериментировать но китайцы это делают европейцы с большим недоверением относятся к этому методу в чем он заключается что китайцы делают проколы с небольшим точечным кровопусканием для этого существуют специальные трехгранные иглы в некоторых городах есть в медтехнике продаются эти трехгранные иглы можно заменить их обыкновенным скарификатором они продаются в аптеках либо ручкой которая предназначена для диабетиков либо продаются вот скарификаторы чтобы просто прокалывать пальчик для взятия общего анализа крови это все продается в аптеках делаются небольшие проколы на расстоянии 2-3 миллиметра от головы и 2-3 миллиметра от хвоста то есть как бы таким барьером из крови запирается это место китайцы объясняют это следующим образом что вот это вот патогенное начало оно пытается выйти и надо выпустить кровь чтобы она вышла и вынесла вот это патогенное начало то есть кровь ну не обязательно чтобы она там рекой лилась этого не надо делать то есть просто небольшой уколчик в этих местах обычно выступает небольшая капелька крови после этого используют уже отдаленные биологически активные точки в принципе эти биологически активные точки очень хорошо восстанавливают иммунитет и без вот этой кровавой китайской процедуры действует очень хорошо используются точки GE11 это 11 точка по каналу толстой кишки 10 точка канала селезенки 40 точка канала мочевого пузыря 34 по желчному пузырю и 3 точка канала печени следующая нозология это крапивница в этом отношении есть определенное пересечение с предыдущим нашим большим вебинаром то есть аллергические проявления они также понятное дело кожные проявления я постарался дать вам сегодня новую информацию чтобы между собой не пересекалась она под крапивницей китайцы понимают мелкоточечные высыпания либо высыпания побольше в форме боба которые то находятся на одном месте то переходят на другое место ну и основная масса этих высыпаний должна быть однородна вот это китайцы называют крапивницей дословно по-китайски это называется ветряная сыпь либо перемежающая то есть перемещающая сыпь если у человека был вот такой момент такой сыпи то у него могут без внешних факторов при ослаблении иммунитета повторяться эти высыпания и эти высыпания могут возникать через месяц или даже описано что через годы после первичного заболевания первичное заболевание может провоцироваться аллергенами инфекцией инфекцией эмоциональным проявлением а вторичные могут быть на фоне снижения иммунитета и общей энергетики без какого-то видимого внешнего раздражающего фактора так как опять же эта сыпь имеет красный цвет то в этом случае говорят о жаре то что она перемещается то в одном месте то в другом месте это характеристика ветра и поэтому относится к ветру жару если высыпания не яркие бледные а иногда с таким застойным цветом то это вариант ветрохолода ну и при этом можно спросить что чувствует человек жарко ему не жарко какие напитки он любит использовать теплые либо прохладные если человек человеку жарко и он любит прохладные напитки это говорит о том что внутри него ян энергии тепла жара достаточно много если наоборот этот человек страдает зябкостью предпочитает теплые напитки то это говорит о том что у него внутри накапливается энергия холода энергия и поэтому в одном случае это будет ветер жар в другом случае это будет ветер холод оба эти фактора вызывают застой внутри кожи и мышцах и борьба наших защитных сил с этим патогенным началом приводит к появлению к высыпанию и в том месте где подсыпает в том месте и находится основной застой и вы можете наблюдать спрашивая у пациента сначала в каком месте высыпало потом в каком месте высыпало и смотрите как идет это высыпание если высыпание находится по одному каналу и идет по направлению движения энергии в канале то это по большому счету прогрессирование заболевания если направление движения энергии противоположное то есть идет как бы против хода меридиана это говорит о том что наши защитные силы побеждают и потихонечку выталкивают вот этот ветер жар либо ветер холод из организма когда у нас заинтересованы разные каналы мы смотрим взаимоотношения этих каналов между собой по принципу усин и по принципу большого круга циркуляции энергии если идет в том и в другом случае по кругу либо в усин еще добавляется по звезде это прогрессирование заболевания если в обратном направлении это организм побеждает заболевание и наши защитные силы возрастают вот этот патогенный ветер он повреждает в первую очередь желудочно-кишечный тракт и вызывает уже внутренний ветер под внутренним ветром китайцы понимают нарушение эмоционального состояния если это ветер жар то человек очень такой вспыльчивый то есть он огненный если это ветер холод то это тот человек который постоянно чем-то недоволен он что-то там бружит что-то вот недовольствует либо вот делает кому-то что-то назло это все вот проявление вот этого внутреннего ветра и беспокойства такие люди могут очень быть заботливыми но их забота такая интересная они вот заботятся о том чтобы вот чего бы такого не случилось ну и зачастую это приводит гиперопеки и окружающим не очень комфортно от такой заботы очень часто вот такие проявления с европейской точки зрения вызваны паразитарными заболеваниями на наших территориях это в первую очередь лямблиоз апистархоз аскоридоз часть из них лямбли это попадает от растительной пищи апистархи они попадают от речной рыбы также речная рыба уже попадает у нас и в колбасу и можно от колбасы получить и от всяких сосисочных изделий апистархоз аскоридоз свои дела на упаковке с продуктами питания и если мы не обрабатываем не протираем упаковки или после того как распаковали какой-то продукт питания не помыли руки таким образом яйца аскорид можем получить и мы сами даже не имея прямого контакта с кошечками и собачками в китае основной способ попадания это большое количество морской рыбы икры и крабов но у них там другая инфекция часть этой инфекции привозится и к нам из морской рыбы и морепродуктов наиболее популярная в кавычках инфекция это называется клонархоза по-другому можете встретить название китайская двуузка то есть аписторхи это по-русски кошачья двуузка клонархи это китайская двуузка клонархи живут в морской рыбе и в различных морепродуктах креветки и прочих раньше они были только в восточных морях сейчас я уже встречал пациентов которые предвозили это счастье с Испании там они кушали креветок ну и вот скорее всего через них и получали высыпание при крапивнице очень часто сопровождается зудом при ветре жаре этот зуд самый сильный и появление и усиление говорит о включении фактора ветра более сильного также об этом говорит более поверхностный и учащенный пульс с позицией канально-меридиональной системы фактор ветра это в первую очередь работа печени и желчного пузыря и как раз вот те инфекции которых я сегодня упоминал они в первую очередь вызывают застой желчи и хорошим средством вспомогательным для устранения этих синдромов является дюбажи и применение желчегонных средств еще раз обращу внимание зуд это проявление ветра пульс и цвет элементов это проявление жара ветер холод для этого синдрома зуд менее характерный при ветер жар люди прямо расчесывают себя при ветер холод расчесов обычно не бывает просто какие-то неприятные ощущения больше вызывающие дискомфорт и по внешнему виду ветер жар более яркий ветер холод не такой яркий также бывает вариант ветер сырость главным отличием сырости можно увидеть посмотрев язык при ветре жаре язык будет красной практически без налета налет возможен но сквозь налет виден яркий цвет языка при ветре сырости цвет языка через налет не видно и сам налет выглядит таким липким неприятным налет на языке не всегда возможно увидеть и классическим способом осмотреть язык является только осмотр языка в утреннее время но если у пациента идет заболевание достаточно давно либо это повторяющее пробу в течение всего дня это просто говорит о давности проблемы и о том что она не решается теми способами которыми лечился пациент до настоящего времени когда ветер жар продолжается достаточное время идет повреждение желудочно-кишечного тракта из симптомов это сопровождается болью в области живота у некоторых людей проявляется запорами у других наоборот послаблением могут быть варианты то ухудшения стула то послабления налет на языке в это время приобретает желтоватый оттенок то есть красный и желтый цвет на языке это проявление огня и синдромов Ян для лечения используется в основном точки каналов селезенки и толстой кишки мы убираем из организма вот эти патогенные факторы общий рецепт включает следующие точки то есть у китайцев всегда есть определенное ядро рецепта и потом оно модифицируется дополнительными точками вот ядро рецепта это одиннадцатая точка канала толстой кишки четвертая точка канала толстой кишки сороковая точка канала мочевого пузыря десятая точка канала селезенки и шестая точка канала селезенки вы можете обратить внимание что и в предыдущих рецептах встречались подобные точки но каждая точка в зависимости от того с кем она соединена и в какой последовательности и очень многое зависит от исходного состояния то есть в зависимости от исходного состояния точка может проявлять абсолютно другие свойства и вот это очень сложно бывает в начале принять как это можно одним и тем же набором точек помогать при очень различных состояниях но так работает наша энергетика так работают наши биологически активные точки и это надо просто принять и активно этим использоваться при ветре и жаре мы добавляем еще 14 точку по задне срединному меридиану при ветре и сырости добавляем точку девятую по каналу селезенки если имеются симптомы нарушения стула как в сторону послабления либо закрепления мы используем точки Е25 и Е36 они являются универсальными для работы кишечника и справляются как с выведением жара так и с выведением жидкости и холода на представленном слайде разъясняется весь этот рецепт более детально вы можете завести себе такой дневничок тетрадку где вот можете отмечать эффекты комбинации точек наиболее сильно эффекты комбинации точек работают когда они используются первыми в рецепте и здесь не работают математические правила ну как в математике от перемены мест слагаемых сумма не меняется вот в рефлексотерапии меняется если мы возьмем две точки поменяем их местами эффект будет немного другой есть некоторые рецепты в которых меняется последовательность использования биологически активных точек и в нашем видопульсе эти рецепты построены именно таким образом что последовательность она важна и всегда используйте ту последовательность обращайте на нее внимание если даете рецепты своим пациентам клиентам объясняйте им что это очень важно использовать вот точки в той последовательности что написано в рецепте иногда кажется что достаточно неудобно там первая точка на ноге потом на руке на туловище и снова на ноге ну как бы с обывательской точке зрения удобнее пройти руку удобнее пройти ногу ну сделать такой такую последовательность чтобы не возвращаться ну вот если точки вот так прыгают туда-сюда то это зачем-то надо и не всегда вы пока еще можете понять для чего это надо просто есть определенные комбинации биологически активных точек которые вот включаются только при таком чередовании так комбинации 11 и 4 точки толстой кишки выводят патогенные факторы из кожи и мышц то есть это используется при многих поверхностных заболеваниях к ним относятся например все простудные заболевания и все острые кожные заболевания точка v40 и rp10 в комбинации выводят жар из крови то есть это все то что связано с кровообращением на фоне ощущения жара либо повышения температуры тела этот рецепт хорошо идет как для физических проблем так и для эмоциональных проблем точка rp6 специфическая для устранения застоя и сырости о 14 я уже рассказывал сегодня 9 точка селезенки также устраняет внутреннюю сырость но она по эффекту чуть слабее чем 6 точка как их лучше использовать 6 точка больше подходит для женщинам либо если есть параллельно какие-то гинекологические проблемы если больше акцент на кровообращение то тогда можно выбирать 9 точку особенно у людей с повышенным давлением если давление понижено то лучше выбирать 6 точку то есть чем больше занимаешься точками тем больше узнаешь вот этих небольших нюансов и тем твоя практика более эффективна так ну давайте сейчас сделаем 10 минутный перерыв и после перерыва продолжим разбирать наши заболевания перерыв 10 минут продолжаем наш вебинар и поговорим о псориазе с позиции традиционной китайской медицины псориаз возникает из застоя энергии ци и крови в каналах коллатералях и органах в начале очень часто может быть за некоторое время до появления первых псориатических бляшек у человека бывает распирание боль покраснение и отек в каком-то месте эти симптомы уменьшаются от холода пульс обычно напряженный и сильный после вот таких эксцессов в виде застоя энергии в каком-то месте то есть когда у нас есть застой это всегда проявляется болью либо дискомфортом если застаивается энергия то скапливается кровь в традиционной китайской медицине есть даже такое правило что кровь всегда следует за энергией яйца и так как еще присутствует жар то происходит иссушение окружающих тканей и это проявляется на коже в виде различных сухих элементах и эти сухие элементы и называются уже в западной медицине диагнозом псориаз так как все это не проходит и первичный застой не уходит то очень сложно борется с этим заболеванием и пока не возникнет нормальная циркуляция энергии во всех меридианах и коллатералях то есть не заработает на полную катушку большой круг циркуляции энергии мы не сможем восстановить работу кожу и внешний вид кожи и в этом очень хорошо помогает работа по прохождению каналов но надо ежедневно проходить все 12 каналов и желательно проходить канал в период максимальной активности но понятно что ночью надо спать и надо это как-то технически сдвигать чтобы проходить ночные каналы у китайцев есть такая рекомендация и вот эти методики прохождения вы можете рекомендовать своим пациентам об них я рассказываю для лечения псориаза заключается в том что надо двигать энергию ци и разгонять кровь то есть чем более активным будет человек чем лучше у него будет кровообращение тем быстрее он восстановит свою кожу точке специфического действия это две комбинации рп10 плюс в17 они восстанавливают качество крови и эта комбинация подходит для очень очень многих состояний начиная от ослабленного иммунитета заканчивая анемиями и даже тяжелыми цитопениями вызванными применением может алкоголем наркотиков различных тяжелых препаратов например для проведения химиотерапии вот эта вот комбинация очень хорошо восстанавливает качественный состав крови и наш иммунитет комбинация точки Е36 и G11 регулирует движение энергии на поверхности то есть кожа подкожная клетчатка мышцы и является специфической комбинацией для лечения псориаза и для лечения хронических суставных болей плюс китайцы активно используют кровопускание именно из-за псориатических бляшек ну на что европейские дерматологи конечно китайцев ругают что это говорят вот нельзя так делать ну все в голос говорят что это нельзя делать но ни от одного я еще не услышал почему нельзя делать вот у китайцев это способ применения они всегда когда лечат псориаз они используют вот перечисленные высшие точки плюс используют местные точки ближайшие к элементам а носами псориатические элементы проводят их обработку трехгранной иглой делают небольшое кровопускание либо можно использовать скарификатор либо ручку которой пользуются диабетики для взятия крови также у китайцев есть специальные молоточки иногда в наших аптеках такие варианты легенькие продаются по-китайски это вообще красиво метод называется мэйхоа джэнь иглоукалывание цветком слива по-русски это называют многоигольчатый молоточек там обычно от пяти и выше иголочек и наносится такие легкие покалывающие удары по либо биологическим активным точкам это при остеохондрозе применяется либо по псориатическим бляшкам вот ну надо конечно вам напомнить что все что связано с кровью должно быть одноразовым и это вот на одну процедуру для одного пациента тогда у вас никаких проблем не будет ну и если вы сами захотите что-то подобное делать то обязательно это делаете в перчатках также есть вариант который китайцы называют нейродермитом либо хронической сухой экземой не не всегда вот эти термины будут использовать европейские дерматологи здесь я привожу переводы классических канонов здесь в основном идет перевод дословный в европейской дерматологии некоторые заболевания будут называться другими терминами то есть вы улавливаете саму суть не надо спорить как это называется правильно неправильно это вам для лечения никак влечение никак не поможет главное запомнить суть и при каких состояниях что можно использовать нейродермит вызывает недостаток и нелегких все ниже перечисленные симптомы они могут быть в любой комбинации может быть даже один не очень проявленный симптом потому что раньше в древности люди были с большей энергией а сейчас уровень энергии наших пациентов очень очень низкий и просто энергии не хватает на то чтобы проявить синдром ну так скажем во всей красе и очень сложно бывает самому выявить и понять какой же у человека синдром особенно если заболевание длительное хроническое и ко многим моментам человек привыкает и он забывает что это ну так скажем нездоровье что раньше такого не было и когда спрашиваешь человека ну что вас беспокоит он говорит ну вот практически ничего что-то он называет а большую часть просто забывает сказать ну не потому что он скрывает а потому что он это уже как-то сжился со своей болячкой и она стала частью его что может быть у таких пациентов это вот ну такая развернутая форма которую в жизни ну практически наверное очень и очень сложно встретить это сухой непродуктивный кашель либо мокрота может быть густая липкая с прожилками крови может быть отдельное кровохарканье слизистая носа она сухая и склонная к кровотечению есть вот люди с легко ранимой слизистой оболочкой даже если они чуть посильнее высмаркиваются у них выступают прожилки крови это вот как раз конституционально этот тип пациентов у них слабые конечности то есть они не любят много ходить много двигаться работать с тяжестями такие люди испытывают жажду и предпочитают прохладные напитки и в первую очередь обыкновенную водичку сами кожные покровы сухие и тонкие тонкие кожные покровы это те через которых очень хорошо видны сосудики включая мелкие сосуды и те люди как можно проверить кожные покровы тонкие и не тонкие просто у разных людей берите кожную складку ну примерно в одном и том же месте где-нибудь на руке и вы заметите что даже при одном весе у кого-то кожная складка более толстая у кого-то более тонкая и когда вы ее берете у некоторых кожа эластичная у других этой эластичности явно не хватает вот это все признаки истончения кожных покровов также может наблюдаться зуд и различные кожные проявления но обычно ярких кожных элементов не бывает у такого пациента может наблюдаться небольшое поднятие температуры не все люди это ощущают здесь имеет смысл объяснить пациенту чтобы он хотя бы раза два в день мерил температуру утром как просыпается и вечером перед сном и составил такой недельный график и вы можете увидеть что в каких-то местах температура стоит в районе 37 либо 37 1 37 2 одним из таких признаков это еще жар в ладонях обычно в центре ладони и покраснение области скул на лице язык красный с тонким желтым налетом пульс трудно прощупывается он нитевидный и быстрый ко всем вот этим факторам и к этому состоянию человек приходит постепенно и на него должны длительно воздействовать факторы сухости ветра и жара это бывает из-за неправильного питания чрезмерных эмоций неправильное питание но заключается в такой сильно горячей и сушающей пище то есть человек как бы пищу использует не маслянистую в ней недостаточно влаги и эмоции они в основном взрывные тоже как бы иссушающие человека у человека также очень часто бывает кашель небольшое подкашливание и все это показатели огня и когда нету яркого красного цвета кожных покровов нету повышенной температуры это называется пустой огонь и он разрушает сосуды то есть улучшает кровообращение и есть элементы небольших кровоизлияний это может быть в мокроте это может в носовых отделяемых это может быть в моче в кале то есть каких-то нозологических форм у человека нет его обследуют смотрят говорят да все нормально у тебя но иногда он где-то видит свою кровь и в первую очередь это связано с дыхательной системой и все что связано с дыхательной системой в первую очередь отражается на коже потому что по традиционной китайской медицине кожа это зеркало легких еще называют мать легкие это мать кожа и у такого человека кожа делается сухая истончается и он часто использует чувствует зуд либо может на зуд не жаловаться но вы видите что у него есть расчесы либо он сидит и просто раз где-то там почесался так легонечко и быстренько он сам уже не замечает этих моментов китайцы говорят что легкие это верхний источник воды и энергии и если этот источник поражен то и жидкости и энергия не поступает до каждой нашей клеточки то есть энергия и жидкости не доходят до каждого элемента нашего тела и очень часто это сопровождается жаждой для того чтобы питать легкие мы в первую очередь используем принципы шумотерапии то есть это сочетание точек P1 и V13 также мы можем сделать связку определенных чудесных меридианов для очень хорошую именно для этого состояния и для этого мы используем точки R6 и P7 это точки ключи чудесных меридианов в данном случае мы используем чудесные меридианы индия о май эти точки ключи бывают открытыми то есть есть время когда они наиболее эффективны это вы все можете посмотреть в нашем расширении биоритма то есть вы в нем находите какую-то одну из точек желательно точку R6 и просто во время ее активности добавляете точку еще P7 для устранения пустого жара и укрепления IN и почек используется комбинация точек R3 и R7 то есть третья и седьмая точка канала почек и именно почки являются самым инским органом и именно восстанавливая энергию почек мы восстанавливаем баланс IN в организме и если мы смотрим на диаграмму меридиана и там все нормальные почки снижены уже один только этот признак может говорить о том что IN в недостатке потому что если сама основа IN особенно прежде небесная основа IN то есть наши почки снижены то это уже очень выраженный признак и внимательно относитесь к снижению энергии на диаграмме в меридианах по почкам потому что пока почки снижены иммунитет и здоровье человека далеки от совершенства следующая нозология это фурункулез и угревая сыпь здесь мы снова возвращаемся на территорию янских синдромов как фурункулы так и угри это гиперактивность сердечного огня очень часто сопровождается сердцебиением ощущение горечи либо жжение за грудиной может быть бессонница но выраженных ситуаций бред и галлюцинации лицо либо уголки глаз красные здесь в первую очередь речь идет о наружном угле глаза если вы вспомните мы сегодня в начале вебинара разбирали где какой меридиан проходит и огонь это янский симптом в районе глаза у нас два канала проходит внутренний угол глаза это мочевой пузырь наружный угол глаза это желчный пузырь ну и понятно что это оба янских органов но мочевой пузырь это вода это связь с почками это инь желчный пузырь по отношению к мочевому пузырю он наиболее янский это один из самых янских меридианов нашего тела и здесь в первую очередь имеется ввиду покраснение особенно наружного угла глаза бывает частая мочеиспускание но мочи обычно мало моча темная и необильная язык сухой иногда даже могут быть вот такие как на слайде описанные черные шипики могут наблюдаться язвочки на языке и в полости рта различные стоматиты и люди их достаточно долго и упорно лечат так что в принципе эти рецепты могут подходить и для стоматитов если все остальное подходит по описанию наблюдается также кровотечение у девушек могут быть просто обильные либо более длительные месячные и периодически бывают фурункулы либо угревая сыпь основа основ этого заболевания это чрезмерные отрицательные эмоции избыточное волнение употребление острой пищи и кофе и такие люди склонны к чрезмерному фантазированию то есть вот это все берегит наши эмоции и такое состояние китайцы называют сердечным жаром так как сердце китайцы называют управителем души и именно неспокойство на душе может вызывать и различные такие психосоматические симптомы как бессонница беспокойство выраженных ситуациях вплоть до бреда и галлюцинации это все отражается на языке и на языке вот обращайте внимание на среднюю линию языка на этом месте может образоваться вот такая прям трещина это как раз трещинка и говорит о неспокойном психоэмоциональном состоянии так как это внешнее проявление и человек активно проявляет свои эмоции то это в основном повреждает уровень таян то есть уровень связка мочевой пузырь и тонкая кишка а тонкая кишка напрямую связана по правилу инь-ян с сердцем этот огонь сердечный наша эмоциональность проникает в кровь проявляется в виде небольших кровотечений если такой человек сдает общий анализ мочи то у него повышенные ретроциты в моче ну и соответственно очень часто пациенты жалуются на фурункулу либо акне чтобы помочь такому человеку мы рассеиваем жар из сердца через точки f3 c7 r3 мы воздействуем на элемент земля то есть помним что земля это сын огня то есть сын сердца и если мы уменьшаем энергию земли то сердце начинает отдавать энергию дальше и когда у нас есть определенные симптомы связанные с сердцем с нашим с нашей эмоциональностью то китайцы всегда предупреждают что когда болеет император его надо лечить через свиту император это наше сердце но управитель всех внутренних органов и китайцы прекрасно понимали что если сердце не будет работать то и человек не будет жить и поэтому вы во всем этом списке точек для лечения вот этого сердечного состояния видите всего одну точку на канале именно сердце все остальные они располагаются на других каналах так точки mc8 и g5 подавляют огонь mc6 и 17 точка по переднему срединному меридиану регулирует поток энергии верхнем обогревателе хэгу и 14 точка по заднесрединному меридиану она снижает жар как эмоциональный так и физический и при фурункулах есть такой золотой рецепт это комбинация точек rp10 mc4 плюс v40 либо иногда вместо v40 добавляют точку гао хуан это 43 точка по мочевому пузырю но в этом случае опять же китайцы любят делать кровопускание из этой точки но начинающим лучше это не делать потому что точка располагается так что вы можете повредить легкие там очень близко проходит плевра и неправильное манипулирование иглой на точке гао хуан может вызвать пневмоторок с хлопыванием легких но так как в нашем арсенале есть ведолазер то есть неинвазивные методы то вам тут нечего беспокоиться и ну может быть не всегда вам удастся легко найти и попасть в гао хуан потому что особенно при хронических проблемах точки становятся очень маленькими если у вас это не получается вы просто переходите к следующей по очереди точке и работаете на ней следующий вариант фурункулеза это возгорание огня в толстом кишечнике первый вариант был сердце это эмоциональность второй вариант толстая кишка вариант заболевания из одного варианта может переходить в другой вариант либо эти варианты могут сочетаться если заболевание переходит то мы переходим соответственно на следующий рецепт если заболевания сочетаются то мы один день делаем один рецепт другой день делаем другой рецепт то есть меняем просто рецепт и смотрим на какой рецепт человек дает наиболее выраженную реакцию то есть то что ему лучше всего помогает и этот рецепт можно повторять почаще возгорание огня в толстом кишке в толстой кишке наблюдается обычно при первичном поражении любым синдромом ну конечно категории ян печени легких либо желудка также наблюдается задержка тяжелой пищи кишечни в кишечнике и ее возгорание то есть ну просто говоря это переедание и переедание такой жирной пищи трудно усвояемой пищи либо избыточное питание когда у вас небольшая активность например человек занимался какой-то физической активностью ну самый элементарный пример ходил спортзал и активно там занимался на тренажерах а потом по каким-то причинам забросил а продолжает кушать так как будто он ходит в спортзал ну и в результате у него может возникнуть этот синдром самое частое проявление этого синдрома это нарушение стула акт дефекации становится неприятным кал становится суховатым при этом возникают различные неприятные ощущения в наружном проходе могут быть различные высыпания трещины прямой кишки небольшое кровотечение и не обязательно при этом могут наблюдаться увеличенные узлы как при геморрое но может это и сочетаться главной точкой первой и основной является точка Е25 хорошей комбинации это шестая точка по передне срединному каналу плюс 37 точка по желудку они регулируют именно движение энергии в толстой кишке точка ТР6 специфическая при запорах и при синдромах жара жаропонижающий рецепт мы уже встречали неоднократно и в зависимости от того какой орган первично поражен печень легкий желудок мы делаем укрепляющие рецепты наиболее подходят шумотерапии то есть используем шу и мо точки для каналов печени легких и желудка если вы не знаете не можете понять какой из трех беспокоит мы смотрим соответственно по нашему ведопульсу если у вас есть какие-то еще сомнения то можете просто нажать все точки шумо этих трех органов и посмотреть какие наиболее чувствительные обычно шу точки обладают большей чувствительностью и болезненностью чем мо точки и мо точки очень часто бывают в состоянии пустоты то есть когда вы на нее надавливаете в этом месте как бы такое ощущение провала то есть вы как-то более глубоко проникаете в ткани и очень часто бывает такой эффект что простое надавливание на мо точку вызывает улучшение состояния это говорит о том что именно этот орган и находится в пустоте следующий синдром это гиперактивность огня ян или жара в желудке обычно это сопровождается болью в эпигастральной области то есть как говорят в народе подложечкой это боль такая жгучая то есть огненная кто испытывал изжогу тот знает что это вот такая же боль то состояние как при изжоге такие люди вот пытаются погасить эти неприятные ощущения постоянно что-то кушая ну в результате конечно у них прибавляется вес также у них наблюдается отек и болезненность десен с кровоточивостью неприятный запах изо рта отрыжка бывает может быть воздухом может быть кислым в так скажем далеко зашедших состояниях бывает рвота несмотря на то что общий вес у них повышенный нижние конечности у них тонкие как бы немного сухие то есть есть какой-то диссонанс ног с остальным туловищем могут быть носовые кровотечения боль в области верхней нижней челюсти склонность к конгинам отеку боли в носоглотке могут быть лицевые боли также проявляться угревой сыпью либо фурунклами в области лица все эти и подобные им симптомы возникают из-за избытки ян в печени либо в желудке к этому приводит злоупотребление острой и горячей сладкой пищи и различными эмоциональными нарушениями сам огонь он распространяется дальше по каналам и может переходить из одного канала в другой на лице в первую очередь это вот та линия что я показывал вам в самом начале это та линия под глазом и эта линия не только на коже но и внутри то есть на эту линию попадают состояние гайморовых пазух и состояние наших гланд все это как бы попадает под общий термин фурункул с позиции традиционной китайской медицины и относится к синдрому возгорания огня в желудке что нам надо сделать с такими пациентами мы в первую очередь рассеиваем жар в желудке и для этого используем комбинацию точек Е44 и Е45 плюс точка В21 это точка ШУ для канала также при активации печени мы используем комбинацию ВБ41 плюс Ф3 и в завершении рецепта используются точки 12 и 6 на каналах на передне срединном канале эта комбинация используется для регулировки потоков энергии ЦИ и вот если мы используем сначала 12 а потом 6 это опускает энергию то есть это при синдромах Ян если мы будем использовать наоборот сначала 6 потом 12 это будет поднимать энергию и это подходит для синдромов ИНГ на этом мы заканчиваем такую теоретическую часть по примерам и тут наш участник вебинара задала вопрос я не поняла псориаз лечится до конца или нет ну как я полагаю вопрос подразумевает что возможно ли полное излечение китайцы говорят да возможно но я уже упоминал об этом несколько раз в своих вебинарах что у китайцев есть правило что любое заболевание надо лечить столько сколько оно развивалось и псориаз возникает не тогда когда возник первый очаг он возникает раньше потому что мы с вами говорили что должен подействовать фактор огня вызвать застой энергии эта энергия и застой должны накопиться и сушить окружающие ткани только потом появятся первые клинические элементы то есть от самого момента заболевания до первого клинического момента проходит от 5 до 10 лет если мы наблюдаем псориаз у ребенка с менее 5 лет буквально в первый год 2 жизни это говорит о наследственном заболевании то есть это связано с наследственной энергетикой здесь вот эта рецептура точно не поможет потому что здесь обязательно надо заниматься цигун и определенными продвинутыми практиками чтобы ну вот изменить свою наследственность такие технологии в Китае существуют но я с ними не знаком мы говорим о возникновении ну псориаза так скажем после 10 лет да его можно вернуть но при этом курсы проводятся раз в 3 месяца и обычно после того как вот провели вот это точное воздействие и обработали с кровопусканием элементы китайцы втирают определенные мази вот эти мази делаются индивидуально для человека под его синдром в принципе такие ну можно съездить в Китай взять эти мази все ну работу с точками делать уже в России либо вот в другой стране в которой вы находитесь и в этом случае возможно изменение и полное очищение кожи но мы обращаем внимание и проводим периодически поддерживающие сеансы для того меридиана и внутреннего органа на траектории которого возник первый элемент попсориаза лечение занимает несколько лет и курсы раз в три месяца вот китайцы да при таком таком режиме выводят пациентов но не все пациенты готовы вот это делать почему это спрашивайте у этих пациентов для них почему-то проще ходить с псориазом но по большому счету это не заразное заболевание и оно им особо не мешает жить но это часть их психики и чтобы от него избавиться надо изменить часть себя вот я думаю в этом лежит основная причина люди ну они понимают что как бы это некрасиво но это никак не влияет на их жизнь и они так скажем не проходят всех этих процедур с такой периодичностью также в нашей компании для кожных заболеваний есть хороший аппарат Рикто СМИЛ которая воздействует комбинированными факторами лазерами и светодиодной терапией я уже упоминал в вебинаре о кожных заболеваниях об нем и здесь я тоже хочу в вебинаре об аллергических заболеваниях здесь я хочу повторить этот же момент что для восстановления кожи очень важно кровообращение я думаю вы это прекрасно усвоили из сегодняшнего вебинара и именно лазер и квантовая терапия активно улучшает это кровообращение мы составляем с помощью вида пульса рецепт и делаем неинвазивное воздействие на кровь также возможно его сочетание с универсальной реабилитационной программой эта программа очень хорошо подходит на укрепление внутренних органов и систем и вот эти указанные зоны в нашем вида пульсе они помогают стабилизировать состояние при хронических заболеваниях и очень хорошо идут кожные заболевания и также мы сегодня например разбирали угревую сыпь и здесь в нашем вида пульсе есть программы для лечения угревой сыпи в том числе и эти программы учитывают не только вот это ядро рецепта но и также конституциональную особенность пациента и в заключение нашего вебинара мы рассмотрим два примера некоторые из вас вот этот пример уже видели но не все соответственно участники они повторяются от вебинара к вебинару поэтому я повторяю потому что очень интересный пример это женщина 42 лет с ноющими болями в правой подреберье высыпаниях на коже шеи рук ноющих летучих болях в суставах у ней есть было точнее склонность к запорам боли в области шеи головы в теменной области в левой височной области такие жалобы наблюдаются в течение многих лет параллельно у ней хронический апистархоз и эндометриоз человек находится в выраженном вата состоянии показатели тп крайне низкие и наблюдается централизация управления то есть показатель в лф больше 50 процентов то есть в принципе состояние достаточно критичное также мы видим что на гистограмме очень выражен один вариант распределения РР интервалов это говорит о неспособности к адаптации и по вкладке музыка терапии мы видим преобладание диссонирующих влияний внутри сердца на наших индексах мы видим снижение морфо-функционального состояния повышение резкого уровня стресса и все это протекает на высоком уровне адаптации цена адаптации очень высока скорость биологического старения низкая но в данном случае это больше говорит о застойных явлениях учитывая вот жалобы учитывая индексы раскладки все и включая в том числе меридианы мы видим что у ней наблюдается практически все синдромы которые я рассказывал сегодня то есть каждый человек это такая индивидуальность которая может вместить в себя даже несовместимое и у ней проявляется одновременно по симптомам это все проявление избытка но мы видим что ТП это низкий и на низком ТП ну как бы теоретически не может быть проявления избытка но он у ней есть это первично то есть симптомы наше тело помнит начало этих симптомов и нервная система идет по принципу патологического округа то есть боли были но у этих болей сейчас нету энергетической подпитки но наша нервная система запомнила это патологическое реагирование и она постоянно выдает то же самое при этом истощая нашу энергетику и в таком случае ну доктору надо выбрать с чего начать и когда мы видим такой низкий ТП мы начинаем первую очередь с подпитки это может конечно вызвать и обострение симптомов но это самый безболезненный на самом деле вариант и с такими пациентами конечно надо работать индивидуально мы можем применять наши рецепты из видопульса но добавляем туда наши знания о синдромах о заболеваниях и прочее 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 то есть в результате работы с этой пациенткой нам удалось более-менее сгармонизировать ее меридиональную систему и поднять уровень ТП что уже повлияло на то что у ней практически ушли все симптомы пациентка получила рекомендации по питанию и по образу жизни исходя из ее конституции обещала вернуться но пока у меня более отдаленных результатов нет но я надеюсь что она придет и мы займемся профилактическим курсом вторая пациентка более старшая по возрасту уровень энергетики у ней выше то есть принципиально уровень энергии находится на нижнем коридоре нормы но мы видим дисбалансную питу то есть хоть и наблюдается истощение но нам понятно что первично синдром огня и мы пытаемся понять где этот синдром где он заложен мы смотрим баланс меридианов и мы видим что в основном наблюдается снижение энергетики по печени поджелудочной железе каналу селезенки почек и мочевого пузыря сильнее почек если сильнее почек это говорит просто о давности процесса он очень давний а саму пациентку беспокоит то что бывает периодически небольшие высыпания по туловищу в основном в районе живота больше справа каких-то именно симптомов зуда у ней не наблюдаются но раньше были боли в правом подреберье вот это все вместе указывает на то что возгорание огня началось с печени и ну просто я знаю этого человека достаточно давно и знаю как этот человек себя ведет в жизни то есть это достаточно эмоциональный человек и склонен к выплескиванию эмоций то есть ну понятно если я бы видел этого человека первый раз может быть это и не удалось бы определить но все равно бы заподозрил по глазам что есть определенные желтизна на глазах при осмотре слизистой оболочки под веком и увеличение сосудиков вот несмотря на то что не только печень уменьшена в энергетике мы можем сделать заключение что это возгорание огня в желчном пузыре и в печени больше в данном случае в печени но процесс длительный и этот процесс истощает энергию человека но так как питта то есть все огненные элементы и все что связано с пищеварением находятся в дисбалансе то есть этот процесс активно протекает и он продолжает истощать энергетику и в первую очередь надо заниматься печенью но когда я сказал про печень женщина говорит ну вот наверное я все так решусь и там пообследую свою печень прежде чем начать дальнейшее лечение но в результате этого обследования обнаружен еще был хронический аписторхоз и вот сейчас она пошла полечить сначала аписторхов а потом прийти и восстановить энергетику хотя это как бы понятная процедура действий но оптимально делать это все параллельно но наши пациенты все великие специалисты они вот считают что сначала надо что-то сделать одно а потом второе и как не уговариваешь их вот это непонятная непонятную установку из них редко из кого удается выбить но вообще если обнаруживается инфекция то самым лучшим вариантом является параллельная лечение как инфекции так и восстановление синдромов потому что уже неоднократно видел что без устранения синдромов полностью уничтожить инфекцию очень-очень сложно то есть для этого тогда требуется не один курс а если мы делаем это параллельно то есть работаем как на физическом так и на энергетическом уровне то у нас восстановление и устранение вот этой вот инфекционной причины протекает очень легко и замечательно надеюсь что этот вебинар вам поможет в вашей дальнейшей работе в вашей жизни на этом я заканчиваю если у вас есть вопросы по вебинару по рефлексотерапии с удовольствием отвечу на ваши вопросы если вопросов нет напишите в чат что нет либо поставьте минус и мы будем заканчивать наш вебинар поступил вопрос всегда ли изолированное снижение энергии в канале почек во вкладке меридианы говорит только о давности процесса ну так скажем этот вопрос и ответ не совсем однозначные будут то есть и да и нет если энергия в почках снижена это всегда протекает достаточно длительное время не на каждом обследовании вы можете это видеть но если вообще у человека есть к этому тенденции это говорит о каком-то длительном скрытом процессе намного реже бывает что непосредственно есть хроническое воспаление именно в почках либо в мочеполовой системе но опять же это воспаление оно является следствием низкой энергетики этого места и не всегда вот мы можем говорить именно о заболевании скорее всего это снижение энергетики и нашу энергетику лучше восстанавливать и в любом случае как я уже сегодня говорил если энергетика на почках периодически падает это говорит о том что ваш уровень энергии неадекватен тем запросам которые предъявляет вам жизнь и в любом случае вам есть с чем работать и восполнять энергию в почках когда вы видите какой-то дисбаланс по другим вкладкам можно с позицией активной рефлексотерапии если у вас все другое прям близко к идеалу но только почки меньше и находятся особенно в желтой зоне то тогда вам надо сделать акцент на образ жизни на питание и на прием трав ну и в скором времени у вас будут рецепты и для канального воздействия надеюсь что ответил на ваш вопрос вопросов больше нет всех благодарю за участие в наших вебинарах скоро вам придет информация о наших новых мероприятиях на следующий месяц всем всего доброго и увидимся на следующих вебинарах до свидания до свидания